МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Любовь Пермякова. Освобождена от занимаемой должности заведующая детской поликлиникой. Данное решение принято по факту смерти ребенка в начале июня. Режим самоизоляции продлен. Ненецкий автономный округ будет находиться в режиме ограничительных мер вплоть до 30 августа. Перемены к лучшему. Микрорайон Кармановка в летний период активно благоустраивает. Какие новые объекты здесь появятся, об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. А также назначена экспертиза по установлению виновных лиц. Трагедия произошла 24 июля в поселке Нельминнос. По предварительной информации, малыш скончался из-за лопнувшего сосуда после падения на игрушку. Ребен упал в 8-месячной с высоты. Вероятнее всего родители пробовали, чтобы он ходил. Он упал, упал. Как оказалось неудачно, на игрушку ударился. Он облюзнулся фельдшером. То есть на ночь, это произошло вечером, а ночью вызвали фельдшером на дом. Медицинскую документацию. У меня вчера в субботу выезжали в центральную районную поликлинику с сотрудниками департамента в Нельминос, рассматривали. Еще один резонансный случай гибели ребенка произошел в начале июня. Тогда при транспортировке в Москву из окружной больницы умерла двухлетняя девочка. Расследование дела по факту гибели ребенка ведет Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Нельскому округу. Данное дело находится на особом контроле прокуратуры и главы региона Юрия Бездудного. Все эти совершенно вопиющие случаи, они должны быть не просто расследованы, а виновные в этом должны быть наказаны. А те, кто нарушает, ну вот вы говорили, что нарушено то, нарушено другое, ну так отстраняйте их от работы. Ну такая детская смертность, ну что? У нас же не субъект-миллионник. Служебное расследование по данному делу завершено. По результатам служебной проверки и проверки Росздравнадзора в работе детской поликлиники Нельской окружной больницы выявлены нарушения по качеству оказания медицинской помощи и ее организации. По первому факту в адрес врача-педиатра вынесено дисциплинарное взыскание в форме выговора. Помимо нашей проверки, параллельно шли проверки Росздравнадзора, есть акт, соответствующий с их стороны, и есть заключение бюро судебной экспертизы по качеству оказания медицинской помощи, то там проблема в организации оказания медицинской помощи со стороны заведующей детской поликлиники. То есть во всех документах это красная линия проходит. Как стало известно сегодня, приказом главного врача Нельской окружной больницы Алла Муратова освобождена от занимаемой должности заведующей детской поликлиникой. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Правительство Российской Федерации проиндексировало расходы на лекарства для льготников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 льготных категорий граждан. Среди них инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет, для многодетных семей до шести лет. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера, а также граждане, проживающие в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Рецепт на лекарства выдает лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа. Человек может отказаться от права на получение льготы взамен на денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление в пенсионный фонд. Ненецкий автономный округ будет находиться в режиме ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции вплоть до 30 августа. Наш регион, один из двух в стране, еще Сахалинская область, где граждане, прибывающие из других субъектов, вынуждены находиться на двухнедельной самоизоляции. Причем без предоставления листов по временной нетрудоспособности. Эта вынужденная мера доставляет немало неудобств тем, кто пребывает в округ без справки, подтверждающий отсутствие заболевания. Причем тест на коронавирус, а это исследование москов, необходимо сдать не ранее, чем за три дня до даты прибытия в Ненецкий округ. Отрицательные анализы крови на наличие антител не учитываются. В этом случае результат анализа должен быть положительным, что означает, человек COVID-19 уже переболел. Если вы возвращаетесь домой, допустим, из отпуска без соответствующей справки, то знайте, двухнедельная самоизоляция вам обеспечена. Причем листок о временной нетрудоспособности вам в этом случае не положен. По прибытию в Нарьинмар, по воде или по воздуху представители Роспотребнадзора выдают прибывшим предписание о самоизоляции и памятку. В ней прописано главное условие для самоизолирующихся. Это не выходить из дома все 14 дней с первого дня прибытия в округ. Даже для покупки продуктов и лекарств, получения посылок, оплаты коммунальных услуг и выноса мусора. При этом все совместно проживающие с прибывшим также обязаны соблюдать режим самоизоляции. Тогда кто за них будет выполнять все эти необходимые для жизни человека действия? Ответ, казалось бы, прост. Это волонтеры, которые активно заявились помогать людям в начальный период пандемии. Однако заявленные ранее телефоны горячей линии в последнее время молчат. Люди недоумевают и жалуются на происходящее. Да так, что в ситуацию приходится вмешиваться главе региона. Еще на прошлой неделе он дал по этому поводу соответствующее поручение своим подчиненным. На этой неделе проверил. «Восстановилась ли работа и когда полноценно начнут работать волонтеры?» Ответ перед губернатором держал исполняющий обязанности руководителя профильного департамента. «В связи с тем, что начался период отпусков и очень много детей, которые у нас участвуют в волонтерском движении, сейчас находятся не на территории региона, мы возобновляем работу по поиску волонтеров, которые могут оказывать помощь и людям высокого возраста, и тем, кто находится на самоизоляции. Поэтому, я думаю…» «Работу волонтеров вы восстановите?» «С сегодняшнего дня, да, уже номера все работают, и после этого сейчас количество волонтеров подходящее наберем и будут уже отрабатывать». Итак, как заверил чиновник, телефоны горячих волонтерских линий заработают уже сегодня. На момент монтажа этого сюжета их номера официально нигде не опубликованы. Поэтому обратимся к старым данным, которые мы нашли в интернете. Номера на ваших экранах. А теперь вернемся к справкам. Получить бесплатную заветную справку по собственному желанию ни в Наринмаре, ни в любом другом городе не получится. Исследования стоят денег. Это особенно накладно для семей с детьми, возвращающихся из отпуска. Но тут ничего не поделаешь. Не хочешь сидеть дома – плати. А сидеть придется, поскольку региональный Роспотребнадзор настаивает на самоизоляции по прибытии в регион без справок, поскольку считает, что в наш, по сути, закрытый регион инфекция придет извне. По существующей же на сегодняшний день статистики наиболее подвержены заболеванию сотрудники месторождения, которые к округу, собственно говоря, никакого отношения не имеют и с местными жителями не пересекаются. Так, по информации на утро 4 августа, за последние сутки в регионе зарегистрировано 8 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семеро из которых – это сотрудники Варандейского месторождения и один человек из Наринмара. Это двухлетний ребенок, вернувшийся с родителями из Крыма. Заболевание у него в легкой форме, поэтому и лечение неамбулаторное. У родителей тест отрицательный. С учетом новых данных, от коронавируса в стационарии на дому лечатся на сегодняшний день 9 местных жителей из 52 активных по округу. Иван Сысоев, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается традиционная акция «Помоги собраться в школу». Собрать все необходимые школьные принадлежности для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут все неравнодушные жители региона, а также организации. Александра Литкова продолжит. Канцелярские товары, наборы для детского творчества, портфели, школьная форма и обувь. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стала уже традиционной. На сопровождении в комплексном центре социального обслуживания находятся более 50 семей, это признанных в социально опасном положении. Более 30 семей находятся в трудной жизненной ситуации. Такие категории семей, как малоимущие, многодетные. Бывает так, что один из родителей или оба родителей потеряли работу, что у нас сейчас такое время непростое. И не все могут приобрести самостоятельно какие-то принадлежности к школе. Рассчитывать на материальную помощь в подготовке к школе могут как жители Наринмара, так и окружных сел. В этом году уже более 30 заявлений принято от нуждающихся семей. Каждый день поступают эти заявления. Поэтому мы будем рады любой помощи от граждан. Понятно, что год тяжелый для всех, но даже самая маленькая помощь, это даже если мы одному-двум детям сформируем наборчики, это уже будет огромная радость. В этом году к организаторам акции Комплексному центру социального обслуживания присоединились региональное отделение Российского Красного Креста, а также Молодая гвардия Единой России. В рамках акции мы помогаем Красному Кресту размещать по магазинам коробки, в которые люди могут складывать канцелярские принадлежности, могут складывать рюкзаки, одежду в случае, если такая необходимость есть. Также помогаем размещать информацию в средствах массовой информации, это соцсети, газеты, сайты разного характера, в которых можно размещать такую информацию. Мне кажется, что акция очень необходима, так как не все семьи могут предоставить своим детям какие-то школьные принадлежности, и чтобы все дети могли пойти 1 сентября в школу подготовленные. В прошлом году все семьи, подавшие заявление в комплексный центр социального обслуживания, получили школьные наборы. Акция продлится до 30 августа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В микрорайоне Захребетный в этом году открылась спортивная площадка. Новый общественный объект появился благодаря его активным жителям, которых в 2017 году создали ТОС. Всего за 4 года территория микрорайона заметно преобразилась. Там установили игровую площадку, высадили деревья и очистили от мусора пруд. Вышли на идею китенка. И вот китенок, то же самое, наши ребята сделали каркас, наши обтянули все это. Председатель ТОСа Захребетный Алексей Асташов с гордостью показывает нам фонтан китенок, который стал украшением микрорайона. 120-килограммовый кит с этого года начал плавать. На его основании установили специальное устройство. Еще три года назад на месте пруда была большая свалка. Ее убрали, высадили на берегу деревья. Пруд стал местом притяжения не только мальчишек и девчонок, но и животных. Сейчас на водоем прилетают утки. У нас еще в проекте есть, тут мосточки сделать, чтобы можно было подойти, уже не тут, а почти у самой воды. Но это нужно будет на стилы делать, мосточки. Это все. Идей много? Идей много. Ну, все не воплатишь в один день. Так что у нас перспектива большая. Буквально на днях микрорайон Захребетный пополнился еще одним благоустроенным объектом. Между улицами Мурманская и Юбилейная появилась спортивная площадка. Мы выиграли грант окружной. Нам выделили миллион рублей. И вот мы решили поставить спортивную площадку. Не детскую, а спортивную. Она для всех. И для взрослых, и для детей. Вот сейчас такого не много. Тут время-то еще ранее. А вечером здесь 10-15 человек бывает встречаются. Ребята все так, смотришь, вроде бы не хулиганин, хорошо вот следят. Среди первых посетителей спортивной площадки 11-летняя Ольга Рогозина. С утра было очень скучно, потому что я не знала, где покататься. Сейчас я прохожу, и здесь очень много тренажеров. И везде можно позаниматься там. Вообще активисты ТОСа Захребетный занимаются не только благоустройством, но и культурной жизнью микрорайона. Треди них Валентина Тартина. Первое, что мы делаем, мы в Новый год, мы делаем снежную горку. Для детей это у нас было первое. Мы делали снежную горку. Мы устанавливали елку. Проводили вокруг елки в Новый год встречу. Есть еще совместно клуб юбилейный. Клуб общения юбилейный. Мы работаем вместе. И вот мы проводим День здоровья. Каждый где-то проводили в октябре, где-то в сентябре, где-то в августе. Собираем чаепитие. День соседа. Мы устраивали в мае, когда у нас был субботник, мы заодно устроили День соседа. И так вот проводим в свое время. Лучше же стало. Конечно, конечно. Женщина успевает не только заниматься общественной деятельностью, но и садоводством. На ее приусадебном участке растет клубника, картофель, морковь, горох, кабачки и много цветов. В этом году хозяйку порадовал дельфиниум. Он, наверное, достиг своей вот этой зрелости. Должен, который должен быть. И вот цветет. Вот еще мне бы хотелось, конечно, быть розовый. Еще один активист и житель микрорайона Захребетный Николай Чикин. Его мы застали завязанием банных веников. Сейчас вот веники вижу. Много завязали уже? Получается 52. Идей-то много. То забор, то дом. То баню подремонтировать надо. Забот в своем доме хватает. Приусадебный участок Николая Чикина больше похож на сказочный дворик. Здесь все создано своими руками. Искусственный колодец, цветочные клумбы, разнообразные композиции, Николай Михайлович стал одним из дизайнеров фонтана «Китенок». Несмотря на большую загруженность, общественной жизнью и домашними делами, на вопрос о том, хочет ли мужчина жить в благоустроенной квартире, говорит категорично нет. Тишина, вот эта природа, что-то такое. У меня гены идут вот с мезеней каменской деревни, может быть, это что-то передалось от бабушки, дедушки, может. Свой дом захотели, поставили. Захотели, я говорю, посадили. Сейчас вот наслажали. Вот цветет что-то. Когда что-то делаешь, да еще и это выходит, так и удивляешься. А все просто нужно чаще наклоняться, да и шевелиться, шевелиться. Вот результаты, а это приятно. То клубничка там, красненькая, тоже приятно. В общем, живет микрорайон Захребетных своей спокойной и интересной жизнью. В планах у них обзавестись собственным помещением, где все неравнодушные к своей малой земле жители микрорайона смогут сесть за общим столом. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Перемена к лучшему микрорайон Городеский, или, как говорят в народе, Кармановка, преображается прямо на глазах. Здесь полным ходом идет реконструкция не только участка дороги по улице Ленина, но и возводится современная детская и спортивная площадки, ремонтирует дома. Преображение микрорайона Кармановка начинается с реконструкции дорожного полотна. 490 метров главной транспортной артерии района будет полностью заменено. Материалы уже закуплены. Часть из них уже в городе, другая часть будет завезена позже. На данный момент работы находятся на первом этапе. У нас идет устройство ливневой канализации на данном участке, вынос водопровода. После этого переступим более на том конце к выносу газопровода и перекладке канализационного коллектора. Дорога будет спрямлена. Здесь, если раньше была дорога с зигзагом, то теперь дорога после реконструкции будет прямая. В следующем году планируем уложить верхний слой асфальта. И если раньше убитая асфальтированная дорога заканчивалась возле магазина «Кооператор», то теперь ровное дорожное полотно будет до пересечения с улицы Рыбников. Она была неровная. Там была кривая дорога. Этого сейчас не будет. Сейчас дорога будет выровнена. В связи с этим мы выносим газопровод и высокого давления на том участке дороги. Будет перекладка газопровода. Дорога будет полностью прямая. Весь этот участок. На сегодняшний день работы идут по графику. Срок сдачи объекта – октябрь 2021 года. Еще одно новшество микрорайона – многофункциональная площадка. На месте бесхозной хоккейной коробки и аварийного детского городка возведут спортивную и детскую площадки, места для отдыха, а также оборудуют 18 парковочных мест. Потрясающая будет площадка и со спортивной частью, и с детской частью. И самое главное, что в этом районе в этом году мы будем делать три фасада, прямо близлежащих домов. И следовательно, будем полностью соответствовать постулатам Минстроя о повышении качественной городской среды. Что касается капитального ремонта жилищного фонда, то в этом году обновят шесть многоквартирных домов микрорайона. В настоящее время проводится капитальный ремонт шести многоквартирных домов. Это дома Меншикова-2, Меншикова-11, 12, 13, 15 и дом 60 лет СССР, дом 3. В большинстве этих домов мы проводим работы по ремонту утепления фасадов, а также ремонтируем инженерные системы электрогазоснабжения. В двух домах 60 лет СССР, дом 3 и Меншикова-12 мы также ремонтируем крышу. Работы планируется завершить до конца октября, начало ноября месяца. Добавлю, также в микрорайоне Городецкий ведется строительство ясли сада на 60 мест. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, Телеканал Север. Такова информационная повестка дня, ну а далее прогноз погоды.